Шантаж, подкуп, угрозы. Как гитлеровцы готовили диверсантов из советских подростков? О том, что гитлеровцы использовали советских подростков как разведчиков и диверсантов против наших партизан и солдат, заговорили только в конце 1990-х. Тогда чаще всего упоминали открытую в июле 1943 года детскую школу в германском городке Гемфурте. И лишь недавно стало известно, в СССР маленьких шпионов и подрывников начали готовить намного раньше, уже в августе 1941-го. Причем одна из первых таких школ располагалась в деревеньке возле белорусского Турова. Игра на чувствах и доверии. На оккупированных нацистами советских землях среди гражданского населения мужчин почти не было. Ушли на фронт. Зато в городах и селах оставалось очень много детей и подростков – около 3 миллионов 700 тысяч. В одном лишь Минске несовершеннолетние составляли 44% жителей. Фашисты не только пытались сделать их лояльными к новому порядку, но и использовать против советских солдат. Несовершеннолетние агенты появились уже к концу июля – началу августа 1941 года, уточняет заведующий отделом публикации Национального архива Республики Беларусь кандидат исторических наук Святослав Кулинок. Первое время подросткам доверяли простейшие разведывательные задания в прифронтовой полосе и диверсии. А еще из них делали сигнальщиков для немецкой авиации. В ход шли различные манипуляции. Например, в 1941 году оккупанты захватили под Псковом детский дом, в котором жили подростки с замедленным психическим развитием. И внушили мысль о том, что скоро за каждым прилетит мама. Но чтобы самолет приземлился в нужном месте, ему обязательно нужно подать сигнал – выстрелить в небо из сигнальной ракетницы. Вместе с немецкими агентами детдомовцев под видом эвакуированных отправили в Ленинград. Там проставили возле особо важных объектов, в частности, Бадаевских складов. Во время налета немецкой авиации ждавшие мам подростки стали пускать ракеты вверх, рассказывает историк. Нередко переодетые немцы играли на желании детей помочь советским солдатам. Например, в одну из деревень между нашей и гитлеровской линией обороны явились двое в форме майоров Красной армии. Созвали ребят и попросили их помочь найти наших солдат. Мол, сами не справимся. Выдали им ракетницы и объяснили. Разойдитесь по округе, как только увидите артиллерию, стреляйте зеленой ракетой. Много войск? Красный. Склад? Выпускайте сразу две. Троих маленьких помощников задержали на одном из участков фронта. К тому времени они успели выпустить по пять ракет. К февралю 1942 года вербовка детей стала массовой. В материалах по агентурной обстановке на территории СССР, временно оккупированной немцами, подготовленных вторым отделом разведывательного управления Генерального штаба рабочей крестьянской Красной армии, упоминается крупная шпионская организация, почти полностью состоявшая из подростков 13 и 16 лет. Возглавлявший ее агент всегда приходил на встречу с ребятами в форме майора Красной армии, а его помощник в форме лейтенанта. Подростки свято верили, что помогают своим, собирая данные по аэродромам, расположению советских частей и штабов артиллерии. Крючок для шпиона. До недавнего времени считалось, что воевать против своих же солдат советских детей начали учить только в 1942 году. Но в фондах Национального архива Республики Беларусь удалось обнаружить уникальный документ, утверждающий, это произошло намного раньше. Уже в проекте докладной записки от 18 августа 1941-го первый секретарь ЦК КПБ Пантелеймон Пономаренко сообщил Иосифу Сталину. В деревне Кремное, сейчас Туровский сельсовет Житковического района Гомельской области, немцы организовали трехдневные курсы для подростков 13 и 14 лет из детей репрессированных и других контрреволюционных элементов, и готовят из них террористов для командиров рабоче-крестьянской Красной Армии. Прошедших подготовку вооружают наганами и забрасывают в наш тыл. Этот же контингент используется в качестве разведчиков. Для такой работы немцы, как правило, привлекали хулиганов и подростков с уголовным прошлым, сирот детдомовцев и тех, чьи родители пострадали от советской власти. Способы применяли разные. От игры на тяги к приключениям и подражанию взрослым, в том числе военным, до запугивания, угроза уничтожить всю семью, подкупа. Известны случаи, когда в заложники брали близких людей ребенка, объясняет Святослав Кулинок. В одном из документов Абвера нацистам рекомендовалось посещать детские дома и вербовать 15-16-летних. Фашисты прекрасно знали, какие там ужасные условия. Избиение ремнем, битье по затылку, выкручивание ушей – обычное дело, лишение еды кусочка хлеба. Воспитанница Червенского детдома так вспоминала свою жизнь в те годы. Для приготовления завтрака на котел емкостью 12 ведер воды выдавали 3 килограмма самой плохой овсяной или ячневой со стюками муки. Размешивая в воде, получали скользкую баланду. Мы ее на завтраке пили без хлеба. На обед также 3 килограмма муки, одно ведро картошки и 40 граммов хлеба из желудевой муки. На ужин 3 килограмма муки, по 2 черпака баланды. Это паек на более чем 200 детей. Солей не было, тарелок и ложек тоже. Каждый ребенок взял на мусорке жестяную банку из-под консервов. Из них мы пили. Одежду с начала войны не получали. Она износилась. Мы остались раздетые и босые. Некоторые подростки сами соглашались помогать гитлеровцам в обмен на еду, теплую одежду и деньги. Отобранных в агенты кандидатов оформляли сотрудниками. После этого могли направить на обучение в одну из разведывательно-диверсионных школ или сразу на задание после разового инструктажа. На территории Беларуси действовало минимум 14 школ и курсов, на которых обучались будущие разведчики и диверсанты из числа несовершеннолетних. Размещались они в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Велике, Городке, Кремном, Куренце, Минске, Могилеве, Сено, Слуцке, Орше и Шумилино. Пока доподлинно неизвестно, сколько подростков прошло через эти учреждения. По приблизительным подсчетам их количество может достигать более тысячи. Террористы с таблетками. К весне 1942 года спецшколы работали уже в нескольких селах и городах, в том числе в Бобруйске. Там за 7-15 дней учили незаметно проникать в расположение частей Красной Армии, выяснять количество и род войск, название и нумерации частей, фамилии командиров, местонахождение артиллерии, танков, складов с боеприпасами и горючим. Организация таких школ и курсов – фактически указание сверху, отмечает историк. Начальник Абвергруппы 209 капитан Фрис Больц объяснял, почему в агенты лучше вербовать не взрослых или стариков. Во-первых, подростки не обязаны иметь при себе документов. Во-вторых, к ним военные охрана проявляли сострадание, особенно к сиротам. Поэтому самой распространенной легендой для агента был рассказ о том, как каратели расстреляли родителей. Когда нацисты поняли, что маленькие шпионы работают вполне успешно, их обучение стало более систематичным. Масштабы школ и курсов 1942-1943 годов поражают. Разоблаченный немецкий агент Городовец отмечал, в Минске обучается до тысячи человек, от 15 до 19 лет. Набор в школу идет раз в два месяца. Какой там Гемфорд, где учились одновременно всего 25-75 человек. В этот же период задания для детей агентов усложняют. Раньше их использовали в основном для разведки переднего края фронта и в качестве сигнальщиков. Теперь ставили целью проникнуть в партизанские отряды, вести там подробную разведку и совершить теракт против командиров. Например, в феврале 1943 года был задержан 10-летний Черешнев, получивший от немцев задание бросить таблетки с бацилами САПа в колодце с питьевой водой в местах распортирования красноармейцев, рассказывает Святослав Кулинок. Агентам-подросткам Шумилинской школы ставилась задача в районе Витебска, Полоцка и Орши собирать разведданные расположения партизанских отрядов, производить теракты против командного состава, выпускникам Минской школы отравить воду в колодцах и уточнить дислокацию отрядов. Разведчиками к партизанам часто засылали детдомовцев. Углубленную подготовку они получали в фашистских спецшколах в Могилеве, Слуцке и Орше. Вербовки часто помогали руководители и персонал детдомов. Начальник особого отдела 1-й Минской партизанской бригады Папшев сообщал, 10 августа 1943 года приблюдок германского фашизма Остапенко, используя свое служебное положение как заведующий детдомом, вызвал к себе группу ребятишек в количестве семи человек от 10 до 16 лет и под угрозой изгнания последних из детдома дал им задание пройти в партизанский район в деревне Иваничи, узнать количество партизан на заставе, их вооружение, места постов, что этой же группой ребятишек и было сделано. Нацисты старались привлечь к агентурной работе как можно больше детей и подростков. Если раньше обращали внимание в основном на уголовников, беспризорников и сирот, то к 1943 году к этому списку добавились еще и ребята из семей изменников и предателей родины. Для разведки партизанских отрядов в лесах в местечке Синно гестапо организовала курсы разведчиков. На них обучалось до 140 человек. В основном жены полицейских, их дети до 14 лет, беспризорные и детдомовцы. Имели место факты вербовки в агенты и комсомольцев. В школе, которая размещалась в Старом Борисове, проходило обучение до 150 таких детей, уточняет историк. Трагичная судьба разоблаченных. В 1943 году обучение агентов детей поставили на поток. Упор делали уже не на качество, а на количество. Поэтому малолетние несостоявшиеся террористы все чаще проваливали задания. Так, в партизанской бригаде «Разгром» были разоблачены две девочки, 10 и 6 лет. При них обнаружили отравляющие вещества под видом лекарств. Через месяц был задержан 14-летний агент Николай Петрович. На допросе он признался, что был завербован уздинской жандармерией для ведения разведывательной работы против партизан. Успел выдать партизанские семьи в деревне Песочное. К осени 1943-го Красная армия вышла к восточным границам БССР и начала их освобождение. С освобожденных территорий РСФСР и Украины шпионские школы срочно начали перемещать на восток, в том числе на территорию нашей страны. К лету 1944 года стали дополнительно действовать курсы по подготовке агентов-подростков в Бресте и Барановичах. В Бресте по улице 17 сентября располагалась шпионская школа для рожденных в 1927-1929 годах. В ней обучали три месяца. На это время курсантам полагался оклад – 1600 марок. Благодаря разоблаченному в марте 1944 года агенту Павлу Потоцкому, окончившему школу шпионов в Барановичах, мы знаем. Во время учебы гитлеровские разведорганы у каждого подростка взяли подписку, в которой указывается, что в случае нарушения или невыполнения задания вся семья расстреливается, а хозяйство уничтожается. Пока точно неизвестно, был ли Союз Белорусской молодежи одним из поставщиков агентурных кадров для немецких спецслужб. Прямых указаний на это в документах практически нет. Но Союз Белорусской молодежи стал одной из крупнейших пронемецких организаций на территории БССР со своим административным ресурсом, куда вступили сознательные противники советской власти. Там были и свои школы. В основном в них готовили руководители Молодежного союза различных уровней. Но с большой долей вероятности можно говорить о том, что кадры оттуда привлекались и к разведывательной работе. Косвенным подтверждением этого является то, что в учебных центрах в Альбертине и Дроздах подросткам преподавали такой предмет, как борьба с партизанами Беларуси. Кроме того, кандидат на должность инспектора в руководящий штаб Союза Белорусской молодежи Бондаренко утверждал, «Я хорошо знаком с методами советской разведки, имею богатую практику и чутье в вопросе выявления и уничтожения вражеских элементов из русских, которые вошли в доверие в большом количестве к немецким властям», приводит факты Святослав Кулинок. Судьба разоблаченных агентов была трагичной. Если это происходило в тылу Советского Союза или Красной Армии, то у подростка появлялся шанс выжить. Часто дети-диверсанты сами сдавались органам госбезопасности и активно шли на сотрудничество. В таких случаях их, как правило, не расстреливали. Некоторых маленьких шпионов отправляли до совершеннолетия в детские исправительно-трудовые лагеря. Остальных сажали в тюрьму на 10-25 лет. Расстреливали тех, кто успел совершить серьезное преступление – убийство диверсии. Меньше шансов было выжить у разоблаченных партизанами. Как правило, после допроса и получения необходимых сведений таких подростков убивали. Возможности содержать агентов в партизанских частях не было. Пленного ведь нужно кормить и охранять. Кроме того, командир соединения нес ответственность за жизни всех в отряде. Очень часто при партизанских отрядах были целые лагеря мирного населения. В этой ситуации присутствие диверсанта-террориста было весьма рискованным. Поэтому руководители партизанских соединений могли приказать расстрелять подростка по одному лишь подозрению в шпионаже. В свидетельских показаниях Зои Юдиной против заместителя командира по разведке 4-й белорусской партизанской бригады Николая Шураева указывало, что он лично расстрелял детей, которых заподозрил как немецких агентов, засланных в партизанскую зону. Осенью 1942 года Шураевым была расстреляна Федорова Елена, комсомолка, молодая девушка, связанная с партизанами. Конечно, известны случаи, когда разоблаченных агентов-подростков отпускали домой. Но таковых было не более 10%, уточняет историк.